В отдел полиции Тольятти обратилась 81-летняя местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой телефонного мошенника. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее внук стал виновником ДТП. И пообещал, что если она заплатит 100 тысяч рублей, тот избежит наказания. Через какое-то небольшое время мне позвонили в дверь. Стоял молодой человек. Также он назвал имя, отчество, все. Сказал, от кого он. Я ему отдала деньги. После ухода курьера женщина решила позвонить внуку. Тут-то и выяснилось, что она стала жертвой мошенника. Пенсионерка сразу же обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали курьера, который забрал у потерпевшей деньги. Установили, что 33-летний уроженец Тольятти уже имеет судимость за аналогичные преступления и сейчас нигде не работает. Деньги как зарабатывал? Ездил, собирал по наводке. Ну, каким образом собирал? Что за деньги ты собирал? Кого собирал? Ну, бабушек. Мне говорили адреса, куда ехать. Я ехал с первого дня. Позже задержанный признался, что сам случайным набором звонил на домашние телефоны жителей города Тольятти, убедившись, что разговаривает с пенсионерами, сообщал им, что их близкий человек попал в беду. И предлагал за деньги помочь решить проблему. Полицейскими установлена возможная причастность фигуранта к 9 эпизодам мошенничеств. Его жертвами стали пенсионерки в возрасте от 60 до 80 лет. Общая сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Сотрудники полиции выясняют причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории города. Виктория Шаро и события. Продолжение следует...